ну что с новым годом и рождеством христовым выпьем тавера пшеничкой себя снимать не буду я не бритый пиво бомбезный первый поход в этом году и он жалко поход 2016 зимний открыт с пива вот начинаем с пива а потом будет паленая водочка все отлично самогона в этот раз не будет ну все погнали иди где мы есть всегда весна и неплохой погоды вот в этом месте у нас хрон и то что он не отличается ничем от другого места это означает что все хорошо в хроне у нас жила мышка но сейчас никаких следов нету тут у нас колодец выкопан на этом дереве когда-то птичка сидела и несла яички а а а и 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 побольше сегодня у нас на обзоре или в эксплуатации самая дешевая грелочка за 5 баксов все переходим по ссылке покупаем что решили добавить 3 ложечки крупы это у нас пшеничная крупа орнаутка самая лучшая баллон не подводит давление дает хорошая все закрываем как свеча ну что осталось нам забросить макарошки и все вот это все буду дома такой готовить такая для канала момент растаман взял водки пшеничной пшеничной да стоит 25 гриль литр вот у него такая бирочка если много пить то вот станешь и таким 13-го того выдержка хорошая все налетай суп готов суп не знаю как называть суп на морозе называть все хватит у нас вот еще вот такая вкуснятинка так сало лук огурцы бутерброды с паштетом колбаса ну и все видео пошло дух он ты хрюкаешь так ладно сейчас чуть-чуть прокомментирую чем что как обычно ну что ребят у нас по времени там 18 40 костер по-прежнему плохо горит мы покушали я попил чай и кростик допивая вот в такой идиллии сидим везде все темно у нас тут прожектор это вот прожектор который я недавно показал в обзоре за 2 доллара лупит потрясающие уже сколько часа три дам наверно ну два точно так что ссылочка будет в описании на прожектора 2 доллара что тут не так уж и дорого раз банка не ну то уже такое дело а время знаешь сколько момент 8.30 так 8.30 у нас мы в палаточке на улице костер тухнет постоянно а палаточки хорошо тепло решили сделать чайок андва я скажу сейчас по поводу чая дядя будет говорить вот такие зимних условиях имеет очень большое значение ночной чай это малина калина или любой согревающий но не мочегонный желательно чай очень хорошо повышает настроение согревает и дает вам хорошо заснуть в морозный зимнюю ночь но есть один минус небольшой такой ну для меня мочегонный очень большой от любой жидкости хочется в туалет особенно когда на улице холодно короче в палатке хочется вечно в туалет а выходить неохота потому что холодно и ты пол ночи мучаешься идея была когда-то воспользоваться ну что-то так и не приходилось не столь суровые морозы в лихте в данный момент тестируем в спальнике тестирую очередной раз сейчас да вот у меня в ногах и конечно плохо видно каталитическая горелочка ковая и у друга такая же самая у друга на шее у меня в ногах валяется ну это по первой на шее пока идеальный вариант ее использования в зимнюю ночь это в носок на ночь да на ногу вот если было две потому что две ноги или одна нога или две горелки это самое лучшее вообще такие пирожки с котятами вот этот газ себя хорошо показал ну все папа вот нужно наверно для видео то типа но закипает почти включимся когда закипит закипел наш чай компот полу кисель лечебный с витаминами прошло буквально пару минут да мы ну мы как бы не затекали ну и очень быстро ну что вот такой чая дядя ростик а кому нравится ставьте ростик улайн из недели что там запихивал клубничка малинка калинка вот такие дома сейчас до сих пор стоят ну они правда не пузатые такие ну глиняная крыша ой глиняные стены и соломенные крыши шутки дяди жорик а ты чай а дядя ростик что-нибудь скажешь напоследок всем приятного чаепития и спокойной теплой ночи ну что ребятки мы уже легли спать даже скажу время 1259 короче через минуту мы уже увидим спать крепким сном и встанем примерно пол восьмого утра от этого ни разу не будем просыпаться и не будет нам хотеться в туалет вот как-то так ростик уже спит потому что уже наверное 10 часов и еще три секунды 1 все всем спокойной ночи завтра увидимся